Девчат, привет! Только что закончила снимать видео о любимых парфюмах этой осени. Это было очень длинное, контентное, объёмное и очень вкусно пахнущее, ароматное видео. Надеюсь, мне хватит сил его смонтировать и выложить, а вам хватит сил это всё просмотреть, потому что будет... В общем, видео будет не коротким. И сейчас я замёрзла, так как у нас просто холодно. И надела такой тёплый батник и взяла, раз уж, как говорится, пошла такая пьянка, раз уж я выставила тут и свет, и камеры, и всё такое, заодно сниму пустые баночки. Так как у меня вот эта вот сумка, которая у меня в гардеробе хранится, в которую я каждый раз что-то заканчивается, я бросаю сюда, она у меня уже всё переполнена. Вот вы видите, поэтому, как нельзя, кстати, сейчас снять пустые баночки и освободить эту сумку. У меня здесь накопилось, сейчас посмотрю, так, чтобы меня было видно, да, надеюсь, видно, у меня здесь накопилось разного-разного-разного. Начну я с самых больших таких объёмных баночек, потому что они занимают здесь большинство места. Это какая-то пенка для ванны. Первый раз заказывала на мейкапе, мы сейчас в Кишинёве, в Молдове, на мейкапе, по-моему, польская, Малития. Я заказывала разного на пробу. Она огромный бутыль, но так как её, я не знаю, или потому что огромный бутыль, ты льёшь много, или вообще, я не знаю почему, или, может, она менее концентрирована, но, в общем, она закончилась так же, как бы закончилась пенка, да, маленькая. Понравила это, но ничего такого, ничего особенного. Я буду заодно сразу сортировать то, что пластик отдельно, бумага отдельно, чтобы потом это сразу же вынести на переработку мусора. Так, вот такие вот средства, два в одном для стирки, два в одном универсальный и для всех видов ткани, конечно, универсальный и универсальный, от бренда Синерджетик, растительные компоненты из Германии. Я не знаю, это вот я сейчас, мы сейчас в Кишинёве, я здесь нашла два бренда, которые более-менее мне нравятся. Этот, этот вот Синерджетик, я из того, что менее, а менее такое химозное, менее токсичное. Этот, этот вот бренд Синерджетик, это вот средство их для стирки, окей такое, но которое мне нравится еще больше, намного больше. Это Био Мио, гель для стирки, тоже два в одном, гель для стирки и пятноводитель. Гипоаллергенный, для детских вещей, на 95% натуральных ингредиентов. Тра-ла-ла-ла-ла. Вот эти две. Вот этот Синерджетик. И вообще, вся продукция этого бренда мне нравится. Это просто разные какие-то средства для мойки, для мебели, для пола, для кухни, не помню, разного такого, но мне все понравилось. Но то, чем, конечно же, я пользуюсь каждый раз, когда стираю это, вот это средство для пихи, оно суперское. Так, вот здесь еще, вот такая вот большая пена для, не большая, пена для ванны от бренда Honest. Это заказывала Сайхерба, это бренд, который Джессика Алба запустила. Это бренд, который считается гипоаллергенным, очень деликатным, щадящим, на базе натуральных ингредиентов. Содержит апельсин, ваниль, кокосовое масло, без СЛСов, парабенов, консервантов, красителей и так далее. В общем, суперсидящее для детей. Подходит на каждый день. Не слизятся глаза. В общем, мы вот мыли, мыли малого. Или как гелем для душа пользовались, или как пенка для ванны. В общем, классно. Лесо понравилось. Вот здесь еще одно биомио, вот такое для стирки, два в одном. Мне хочется, как я уже сказала, но не люблю здесь, и будет еще третье. Потому что из того, что я оттестировала с тех пор, как мы вот полгода в Кишиневе, это самое мое любимое. Так, далее. Вот этого же бренда Vivanella, которым сегодня я рассказывала в фаворитах парфюмов на осень. Там была туалетная вода, ваниль почули. Это их жидкие мыло для рук. Как я рассказывала, я так и наткнулась на этот аромат, заказав еще в Киеве на мейкапе просто мыло жидкое для рук. И попало на тот аромат ваниль почули, в который влюбилась. И с тех пор, как я уже обожаю этот аромат, сейчас он у меня, это мыло в ванной ваниль почули и гель для душа ваниль почули. Сейчас принесу, покажу. То вот решила протестировать и на роли имбирь. Тоже интересный аромат. Ой, 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 ой. Такой свеженький, приятный, более мужской. Я бы сказала, тот мне нравится больше. Этот такой, ну вот, классно. Все у них классно. Чтобы не быть голословной, принесла, сбегала в ванную, принесла вот жидкое мыло. Тоже от этого бренда ваниль почули. Обожаю этот аромат. Очень рекомендую вам попробовать. И гель для душа, который вот прямо сейчас у меня в активном использовании. Обожаю. И тоже из этой серии туалетная мота у меня попала в фавориты осенних ароматов. Потому что это шикарный аромат за 3 копейки. Шикарного качества. Вообще супер-супер. Так, далее. Что у меня? Вот такой вот, что это? Шампунь Натуры Сибирика органический. Па-па-па-па-па. Я обычно любила очень из Натуры Сибирики облепиховые серии. Еще там несколько. Но этот был такой. Окей. Ничего особенного. Нет ничего еще. Вот такое вот жидкое мыло какое-то. Дермомед. В Кишиневе продается тоже. О, ну, просто масс-маркет. Продается во всех супермаркетах. Окей. Нет. Просто пусто-маркет. Я больше всего бросила. Не столько, чтобы вам рассказать о жидком мылее. Сколько просто, чтобы потом это все на переработку пластиковых. Пусть. Дальше. Вот такой вот тритмент для волос. Это как маска для волос. От Чи. Ей 100 лет. Реально. Она у меня только сейчас закончилась. Она у меня была в Кишиневе у мамы. Ну, вот на случай, когда я в Кишиневе, да, хватило ее ровно на 100 лет. Это один из топовых таких продуктов, о которых знают все, кто знает о продуктах для волосах. Ну, вот это вот именно от Чи, инфракритм, от суперский продукт. Он у меня появился, не знаю, лет 5-7 назад. Какой 7? 10, наверное. Не этот бутылек, а там, не знаю, 5 других, да. На 5 раньше. Нет. Что я говорю глупость? Ну, типа, это, может, мой 5 или 6. Но узнала вообще, я первый раз попал ко мне этот продукт, может, лет 10 назад. 10, да. Даже больше. У меня еще даже не было детей. Я была студенткой в Голландии. Значит, может, 15. В общем, он, например, это был лучший продукт для волос. С тех пор он тоже в топе, но за 15 лет, как вы понимаете, много чего нового появилось. И лучше этого, но он все равно остается достойным. Как бы и сегодня можно, я могу вам порекомендовать, просто сходите и купите это вообще, простой. Дальше. Из той же серии. Оси Hair Insurance Live In Conditioner. Именно этот Live In Conditioner мне не понравился, но вот от Оси есть такой 3-Minute Miracle Mask. Это тоже из тех продуктов, которые 15 лет назад были топом. И на сегодняшний день они остаются тоже топом по эффекту для волос. Там такая, вот такой же тюбик, только выдавливается, ну, вот так выдавливается, и сюда выходит маска для волос. Трехминутная, супер эффектная. Вот этот вот Live In мне не понравился. Но я, как вы знаете, мою болезнь, даже если я начинаю что-то, и оно мне не нравится, я хочу его закончить, чтобы уже, как говорится, вынести из коллекции и все. Но это значит, что очень часто я пользуюсь теми продуктами, которые мне не нравятся. И это тоже есть проблема, потому что, имея кучу продуктов, которые ты любишь, они истекают из срока и портятся, в то время как ты пользуешься тем, что тебе не нравится, так как ты хочешь от этого избавиться. И в итоге получается, что ты в основном пользуешься тем, что тебе не нравится, а то, что нравится, лежит и ждет, пока ты это допользуешь, типа, чтобы выпросить, чтобы освободить место для того. Ну, как бы такая себе логика, я не знаю. Сама видишься, сама не могу понять логику своей логики. Так, что здесь еще? Хорошо, сухой шампунь от Трессами. Бренд с Трессами мне очень нравится, мне нравятся их ливины, разные термопродукты, но вот этот сухой шампунь мне вообще не понравился. Ну, вообще. Самые лучшие сухие шампуни Батист, это тропический аромат. Тропический я не очень-то люблю, но по-любому это било. Ну, я вообще не люблю тропический аромат. Кокосы разные, ланги-ланги, тиры, ну, реально тропический. Но как они работают на волосах, это просто бомба. Поэтому, если аромат ваш, не ваш, выбирайте ваш, но что-то из этой линейки по-любому берите. Так, что у меня еще? Здесь жидкое мыло, lime grapefruit. В каком-то органическом магазине румынском покупала, но вам такое не достать. Трио Верди. Аромат классный. Не помню ничего. Такое я себе, да, закончилось и закончилось. Далее, что это? Вот это да. Это one and only бренд, который обожаю. Это Live In Treatment Argan Oil. Есть у меня органовое масло из этой линейки, есть этот Live In Treatment, есть шампунь у меня был тоже, бальзам. Обожаю эту линейку. Я не знаю, если ее достать где-то легко. Я их каждый раз покупала, когда была в Америке. Но я поставлю все названия внизу под видео. И если вы где-то наткнетесь, хватайте и бегите. Вообще любой продукт, что найдете из этой серии. Это Antica Yerboristeria 2 в 1 миндальный шампунь. Мне вообще ничем не запомнился, кроме как тем, что он был фиолетовым по цвету, так как здесь миндаль и какие-то ягоды типа блубери. А, ягоды Ачай пишут. Ну, не знаю. Нет, это не Ачай. Это не Ачай, это блубери. В общем, не знаю, но такое ничего особенного. Далее, что здесь? Маска какая-то, банька Агафьи. Вообще никакая маска для волос семисильная. Мне вообще никак не зашло. Но, как вы видите, по-любому ее использовала, чтобы выбросить. Но зачем я пользуюсь тем, что мне не нравится. Если кто-то из вас мне это объяснит, я буду очень благодарна. Потому что я этого не понимаю. Вот. Вот. Вот то, о чем я вам говорила о оси. 3-Minute Miracle Mask. Это бомба. Это была бомба 15 лет назад. Топовый продукт. В уходе за волосами. Их стоят 3 копейки. И это до сих пор достойный продукт. Несмотря на все, что с тех пор вышло, появилось, дорогостоящее и так далее. По-любому в бюджетном сегменте этот топовый продукт. Подписываюсь под ним. Далее. Что у меня здесь? Это умывалка от Innisfree. С зеленым чаем. Добила. Классная умывалка. Все умывалки корейские классные. Но они все как-то похожи друг на друга. Да. Я могу взять 10 корейских умывалок, пенок. И они все будут практически идентичными. Поэтому да. Классная. Но именно вот эту посоветую брать? Нет. Но корейские пенки для умывания? Да. Посоветую брать. И это как бы в их числе. Особенно если у вас жирная комбинированная кожа. Потому что они немного могут подсушивать. Но если у вас комбинированная жирная кожа, как у меня. Если вы после этого сразу пользуетесь тоником, с сывороткой. И как бы не оставляете кожу, чтобы она высохла. То вообще сухой. Вот такой вот крем для тела. Body Butter. Заказывал на iHerb. Типа из какого-то более натурального сегмента. Гуава нектар. Такое. Честно, я его просто добила. Уже мазала на ноги, на пятки. Такое. Мне понравилось, что здесь указаны более натуральные компоненты. Игредиенты. Без сульфатов. Без парабенов. Без, 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 без. Но особо сказать, что... Такое. Окей. Как бы были у меня и получше. Значит, у меня тут все такое. Окей, окей. Да? Давайте на контрасте. Так. Тут какие-то зубные пасты. Я не думаю, что это вам интересно. Но я просто отсюда уже уберу. Чтобы освободить здесь место. Да? Что это? Зубные пасты. Это вот этот вот сплат розовый, который нам нравится. Мы ей часто пользуемся. И Лакалут Сенситив, Актив. В общем, что-то из этой серии. Так. Опять же, от Лакалют коробка. Что у меня здесь? Вот сейчас пойдет сам... А, кстати, одна тема зубных паст. Вот это сейчас у нас в ванной. Марвис. Я прям столько слышала об этих пастах, что они прям какие-то прям бомбезные. Взяла на пробу. Но паста как паста. Чем они какие-то итальянские, дорогущие, зубные пасты. Чем они отличаются от других обычных паст? Честно. Я не заметила. Если вы знаете, дайте. Может, я просто взяла классическое. Нужно было взять какой-то там миллион вкусов каких-то. Если оно... Вот пользуемся как бы. Никто сильно в семье не спросил. О, что это за паста такая уникальная. Далее. Вот такие вот два продукта, которые... Вот даже сходила этикеточки. Заказывался Айхерба. Это в чем интересный продукт? Ой, у меня здесь еще осталось. Так, так, так. Надо вылететь ради машины. Это продукт концентрированный. И вот ты, получается, покупаешь вот такие вот пакетики на Айхерба. Их заливаешь сюда. Здесь получается одна треть. И добавляешь... Нет, или одна четверть. Добавляешь еще три части воды. Тут доли... До полосочки. Тут все указано. Вот до этой полосочки добавляешь воды. Все это смешивается. И получается твое средство для стирки белья. Деликатное. Вот Madre Lab. Здесь хороший состав. Без, 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 без. Как я, знаете, как я все это люблю. Без, без, без. Но идея в чем? В нашей стране, вот для тех из вас, кто, как я, заказывает эти все средства хорошего состава для стирки белья из Айхерба, да, то вот это очень удобная штука, потому что, получается, ты заказываешь только пакетики. Они относительно легкие. Ты не везешь всю эту воду, да, и не платишь за вес, за доставку. Ты, получается, везешь вот столько, а получаешь вот столько средств для стирки белья. И это классная идея. Я этот не выбрасываю. Хотела просто показать, что оно закончилось. И к ним-то куплю еще с Айхерба вот такие вот, как бы, рефилы. И в таком же формате, просто еще не закончился у меня, он сейчас в ванной. Hand soap. Жидкое мыло для рук. То же самое. Вот в таких вот рефилах. Заполняешь только тут такая розовая бутылочка. Ну, наливаешь сюда, добавляешь в воду. И у тебя целый такой спрей жидкого мыла для рук. Так. Что еще? Вот такой вот крем. Это, ну, технически это маска. Маска для лица. От Heimish Black Tea. С черным чаем. Честно, я ее не оценила. Кроме ее классного аромата чайного, кроме ее текстуры такой, как бы, взбитого мусса, холодненького, как гель-муса. Особо эффект на лице, ну, просто увлажнение. Ну, как любой другой, не знаю, легкий, легкая эмульсия или легкий крем, или какая-то сыворотка увлажняющая. Как бы такое. Хорошее, да, хорошее, нормальное. Но не могу сказать, что прям вот вау, бегите, бросайте все, выбрасывайте все свои маски для лица, бегите за этой. Маска, я его использовала на ночь, как ночной, ну, как ночной уход. Я его просто наносила на ночь и ложилась спать. Все. Ну, такое, да, увлажнение, увлажнение, текстура интересная, необычная. Аромат приятный, черного чая. Там писали девочки, что, Катя, ты не поняла, там, это такой классный продукт. И вот если положить в холодильник, то потом он так охлаждает лицо. Ну, понятно, ну, любой крем, если положите в холодильник, он потом охлаждает лицо. Как бы, ну, как бы я это понимаю, но это не выделяет его от любого другого продукта, который можете положить в холодильник и нанести на лицо. Ну, как бы, как бы так. Как бы, ну, не то, что плохо, но и ничего такого прямо, что вот сейчас же побегу покупать еще. Нет, буду тестировать что-то другое. Алба Ботаника. Минеральный солнцезащитный крем. Покупала на Айхерби в поиске минеральных, мини-химозных кремов. Это ужасно. Это такая паста, как вазелин, пластилин, как зубная паста, которая наносится просто белым жирным блином. Ужасно, ужасно. В общем, эх, я хотела вам показать. Ни в коем случае не берите. Далее, моя самая любимая умывалка для лица от Derma E Firming DMA E Cleanser с альфа-липолевой кислотой и с витамином С или там С, эстер, что-то такое. Это шикарная умывалка, которая для ленивых. Она вам и макияж смоет, и кожу умоет, и не пересушит. И вообще, просто бомба. Я из этой линейки пробовала и с витамином С, и сейчас у меня в ванной увлажняющая, голубенькая. Тоже скоро закончу, скоро будет здесь. Но это самое любимое. Вот самое-самое любимое. Я и брала сестре, брала маме, брала подружкам. Это у меня, не знаю, наверное, шестой, седьмой флакончик какой-то, уже не помню какой. Но вот это я буду и буду покупать еще-еще. Из той же серии, что буду покупать еще-еще. Это вот наш Argan Instant Hydrating Styling Mist. Не знаю, если вам видно. Такой миск для волос, который у меня закончился вчера. Поэтому завтра или сегодня, если успею, я побегу в салон, где покупаю продукты наши. Обожаю эту линейку. У меня до сих пор в ванной у меня всегда есть наш шампунь, кондиционер, маска. Я не оценила ее, у них тоже есть маска. Но масло для волос у меня есть. И вот этот Instant Styling Spray. Обожаю его. Наношу каждый раз после мытья волос просто на влажные волосы. И потом сушу. Он не утяжеляет волосы. Он как-то их увлажняет, питает, ухаживает. Волосы блестят, волосы гладкие. Легче укладываются, расчесываются. Красиво, ухоженно выглядят. В общем, я не знаю. Ну, просто бомба-продукт. И что я хотела сказать. А, еще у меня есть такой малыш, который я из какого-то набора этого же продукта. И я в него отсюда заливала. И каждый раз, когда я путешествую, я путешествую с ним. И там реально мне хватает на неделю, на две. Вот из того как бы треку такого формата. Потом это там заканчивается. И я из этого большого опять туда переливаю. И сейчас я туда последнее отсюда перелила опять же туда. Поэтому тот у меня полный, ждет поездки. Этот пустой. Так, из тоже бомбических, суперских продуктов для волос. Это Angel. Angel Professional. Я его покупала в Киеве, в Океан Плази. На минус каком-то там первом этаже, на подземном. Это же там, где Ашан, по-моему, если кто знает. Там есть такие секции профессиональные. Какой-то там продукции для маникюра, для стилистов, для парикмахеров. Какая-то это такая профессиональная линейка. Я ее больше не знаю, где встретить. Я поищу в интернете. Это Nourishing Cream. Live-in. Крем для волос. Это бомба. Он вроде бы густой. Ты его наносишь, и он на волосах как будто тает. Превращается в какое-то просто легкое молочко. И это шикарный запах, шикарная укладка. Волосы блестят. Волосы не сосульки жирные. Шикарный уход. Обожаю этот продукт. Еще у меня была такая же марки что-то. Какой-то спрей. Не помню, что. Не помню. Но помню, что брала тогда 2 или 3 продукта. Но вот этот прям запомнился. Это крем для Kianti Experience. Какой-то испанский. Это меня сестра давала, когда мы только приехали. Когда началась война, мы только приехали. У меня ничего не было. Вообще, мне сестра что-то дала из своего шкафа косметического. Я его просто использовала просто вот так. И я поняла, насколько быстро заканчиваешь эти продукты, когда ты пользуешься одним продуктом. А не как у меня, например, дома. Там разных 100 кремов одновременно открыты. Вот здесь у меня был другой. Один мне дала сестра его. И я его просто, не знаю, за месяц, два я его использовала до дна. И такое какое-то удовлетворение я поняла девочек, у которых вот есть один крем или одна умывалка. И она пока не захочет, она за себе другую не купит. И в этом есть что-то вот особо удовлетворяющее, да, что у тебя продукты заканчиваются. Они не просто лежат, там, портятся и так далее. В общем, патте-дюва. Я не знаю, как это читать. Анти-эйджинг, антиоксидант, крем с натуральным экстрактом винограда. Мне очень понравился по текстуре. Такой легкий. Он не крем, а... Ну, как крем, но он настолько легкий, что он как эмульсия какая-то, да, как легенький такой. Шикарный. Я не знаю, где его купить. Поищу на сайтах, опять же, на этой испанской продукции. Я нигде ее не встречала. Сестра, по-моему, в Испании покупала. Дальше. CeraVe Hydrating Cleanser. Это у меня закончилось, и я его использовала только, я его брала с собой в родной поездке. У меня есть такая косметичка, где все вот такие миниатюрки, и она у меня просто ездит с собой в поездках. Это классный продукт. Я ему умывалась два раза. Первый раз он смывает косметику, как такой кремчик, молочко. Второй раз уже умывает кожу. Не пересушит ни в коем случае. Подойдет вообще супер сухой, воспаленной кожи, шелушащийся, раздраженный. Суперский продукт. Мне, как обладателю жирной комбинированной кожи, мне больше нравится, из этой же серии есть Foaming Cleanser, такой пенищийся. Но этот, вот, тем из вас, у кого сухая кожа чувствительная, вам понравится. Кому все пересушивает, да, вот вам понравится. И раньше на Агербе я покупала вот такие вот малышки, именно имела с собой в этой косметичке для путешествий. Сейчас, в последнее время, я таких малышек там не нашла. Может быть, я невнимательно смотрела, но я пару раз искала и не нашла. Поэтому сейчас у меня вопрос, что же брать с собой в поездки. Я всегда брала вот этот. Эти у меня были два. Один в Hydrating, другой в Мастерайзинг, я и тот, и тот. В зависимости, если зима, я больше брала этот, если лето, то больше тот пенищийся. И даже тот пенищийся, он не пересушит вам кожу. Ну, только если она у вас уже не сухая, не чувствительная, там воспаленная. Если у вас такая нормальная комбинированная кожа, он очень деликатный. Он пенищийся, но не из тех, которые могут, знаете, прям содрать кофе. Классный продукт. Тоже из бюджетного, но очень классного. CeraVe Facial Moisturizing Lotion SPF 30. Это прям такая базовая линейка, которую очень советую. Вообще, эту линейку советует большинство дерматологов, косметологов в Америке. Как такой бюджетный, классный, гипоаллергенный, с хорошим составом продукт. Недорогой и классный. Oil-free, нежирный, не забьет поры. Хороший состав. Это AM SPF 30. Такой же есть PM без SPF. Дальше, дальше. Крем для рук, бархатные ручки. Не знаю, не помню даже, когда он у меня закончился. Может, не у меня, может, если кто-то... Может, не сестра или мама, что-то какие-то пустые баночки. Просто я не знаю, ничего не помню. Не могу даже сказать, ничего не помню. Ньютерджена. Ултра-шир, драй-тач, SPF 45. Этот мне нравился. Я его выбросила, потому что он истек из срока. Но это был один, не знаю, лет 5 назад, один из моих самых любимых SPF на этот момент и с масс-маркетом. Ньютердженом продавался, не знаю, в Америке во всех CVS, Улта и так далее, как в аптеках, да. У нас, по-моему, тоже на мейкапе продаётся. Такой классный, лёгкая текстура, не забивает поры, не жирный, не водостойкий 80 минут. Вот даже номер один дерматологами рекомендуется. Я знаю, на самом деле, эта продукция рекомендуется дерматологами. И мне понравилось. Так, что ещё здесь у нас? Вот, что мне очень понравилось. Вы можете заметить, потому что я даже срезала тюбик и добмазала последнее. Это от La Roche Tolerian Sensitive. Такой базовый, нейтральный, уходовый кремчик. Не жирный, не проблемный, без ароматизаторов, без какой-то агрессивной отдушек, без никаких агрессивных гердетов. Прям такой базовый, 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 но в хорошем смысле этого слова. Подойдёт просто всем, всесезонное лето, зима, любой коже, без отдушек, опять же, без химических каких-то там тяжёлых гердетов. Просто суперски. На каждый день подмочек, вообще, просто супер. Дальше, два продукта, которые вообще не понравились. Вообще, вообще. И я их просто выбросила. Они полные, но они мне идут не в переработку, а просто в мусорку. Это я снимала недавно видео о том, это типа BB с тоном. Ну, как бы BB, в которых есть и тон, и SPF. Типа, всё в одном, да. Вообще ужасные. Они обычно уйдут в компании типа Avene, Vichy, La Roche. Они какие-то оранжевые, розовые, поросячьи. В общем, у них обычно один цвет, который они говорят, что подходит всем. В реальность он не подходит никому. И вот этот, например, был такой плотный, как какой-то мазут. Вот этот был не плотный, но он был какого-то поросячьего, розового, персикового, оранжевого. Просто цвета, как морковка. Короче, нет, нет, нет. На контрасте суперский, суперский тон это Face & Body Foundation от MAC. Супер, эта малышка у меня закончилась, она у меня тоже была всегда с собой в той косметичке для поездок. И я её, наверное, оставлю и буду в неё заливать из моих больших тоже, чтобы иметь с собой в поездке. Так как MAC Face & Body у меня есть всегда. Это из моих таких must-have, которые у меня есть и, наверное, будут всегда.